То, что произошло во всем мире, поменяло ситуацию глобально. Мы не будем уже жить по-старому никогда. К этому нужно уже относиться, готовиться. То, что в наш обиход теперь войдет здорование, как мы здороваемся кулачком, локтем и так дальше, это становится реальностью. Уйдет из реальности то, когда мы раньше относились к заболеваемости гриппа. Если вы вспомните, в любом коллективе заболел сотрудник, все посмеялись, потом переболел весь коллектив. Студенты приходят на группу, чекают, кашляют. Все к этому относятся абсолютно равнодушно. Нет. Теперь этого уже не будет, потому что сегодня это коронавирус. Завтра это будет следующий вирус. Просто уровень медицины и ее раскрываемость наших маленьких друзей становится все выше и выше. Поэтому у нас войдут как бы новые правила. Правило правильно мыть руки. Как оказалось, журнал Nature опубликовал статью, которая доказывает, что часть передачи путей передачи коронавируса это желудочный путь. То есть вместе с пищей, вместе со всем мы передаем. Мы привыкли мыть руки вот так. Помыли, встряхнули и в лучшем случае вытерли многоразовым полотенцем, которое висит, от которого вытирают руки человек 10-15. Мы на сегодняшний день моем руки как бы только потому, чтобы правильно вымыть. То есть намылили ладони, потом вытираем вот такими движениями. Этим образом мы часть нашей тыльной части и внутренней полностью натираем мылом и таким образом смываем грязь, которая находится здесь. Обязательным движением является промыть складки, которые у нас находятся между фалангами пальцев. Поэтому вот эти движения у нас идут следующими обязателями. Вот движение, которое мы редко употребляем в обычной практике, теперь оно обязательно, потому что именно вот здесь мы накапливаем максимальное количество микроорганизмов. Без этих движений вымыть, смыть максимально грязь невозможно. Ношение перчаток, ну оно как бы защищает, кожу рук не нужно защищать. Если у вас нет порезов, нет травм, ни один вирус, ни один микроорганизм не попадет внутрь организма. Кожа это идеальный барьер, который защищает организм. Поменяется процесс студентов нахождения в аудиториях. То есть уже лекции, где находятся 150 человек, сидящие рядышком друг к другу, они способствовали только сближению молодежи. Но никак становится на сегодняшний день, не только из-за коронавируса, из-за нашей общения, должна быть дистанция между людьми хотя бы 30-50 сантиметров. Поэтому в аудиториях требования, я понимаю, будут выдвинуты, будем сидеть уже теперь на расстоянии, когда сложно передать шпаргалку. Времена переполненных маршруток будут бороться все власти, всей Европы, Америки, потому что все, пережив вот такой урок жизненный, будут стараться убрать. Мы будем заходить и садиться только на сиденье, либо стоять так, чтобы мы не дышали друг к другу в затылок, либо в лицо, не дай бог. Маски станут необходимы тогда, если вы чувствуете себя, ну вот, не здоровиться, как мы говорим. То есть в этом случае маска станет обязательным ношением. То есть то, если раньше мы смотрели и считали даже, как это одел маску, ты что-то меня не уважаешь, ну и так дальше. На сегодняшний день маска должна быть, если человек чувствует, что он может быть инфицирован, он будет находиться в маске.